всем добрый день зовут меня датсиков дмитрий олегович компания root drones я из санкт-петербурга у нас сегодня было весьма свежо москве гораздо теплее я коротко постараюсь рассказать проекте наверное это такая обратная сторона дронницы было которую алексей с александром запустили собственно я побывал на первой дронницы было очень круто там было яркое представление новой отрасли которые на тот момент в стране по сути дела наверно не существовало это условно военное применение гражданских дронов и доработка коммерческих стоковых моделей под те или иные задачи и это же в августе 22 года вот соответственно возникла идея сделать разобраться в этом вопросе когда начали разбираться выяснилось что проблем в этой отрасли их несколько первый момент отрасли как таковой не существовало на тот момент одну по разным причинам сейчас их оценивать не будем это была первая проблема вторая отсутствовала коммуникация между условным производителем и условным заказчиком да то есть там существовало черно существовал черный ящик соответственно что меняется не знаю что дорабатывать не знал заказчик а что нужно доработать не знал производитель вот третья большая проблема возникла с тем что это отрасль крайне динамичная да то есть от наверно одна из самых быстрых и меняющихся отраслей в в целом на текущий момент и в экономике и в военной сфере это все что связано с беспилотными системами да не будем делать акцент только на воздушных собственно и организационно возникла задача как эту проблему можно решить пошли путем создания площадки причем сделали раз дронится есть соответственно дронится вроде все получается вот я пошел путем создания площадки для того чтобы могли общаться между собой разработчики производители систем защиты от дронов там были ровно те же самые проблемы и соответственно в первое так первое такого мероприятия мы в двадцать третьем году провели и потом сделали серию на которой собрали представителей крупных компаний там условно формата и масштаба ростех представителей вот этого гаражного выпака которые имели самые актуальные разработки крайне востребованы но про которые практически никто не знал вот упомянут алексеем вот эти дрон детекторы которые сейчас делаются уже ну на самом деле ничтожными объемами в тысячах штук до их надо там сотни тысяч но они делаются вот и делаются именно этими маленькими компаниями производителями а сожалению там официальный выпака их не знает выпускает не хочет выпускать не умеет не знаю с чем связано вот и сам мы постарались решить большой вопрос связанный с соединением на этой площадке вот этого заказчика производителя и постараться этот вопрос профинансировать до чтобы компании которые занимаются разработкой противодронных систем могли получить напрямую доступ условному к представителю какого нпз да то есть вот компания занимается не знает детекторами да и вот сразу смогли выйти это получилось на самом деле туда потихоньку подтянулись представители регуляторов да так как это отрасль на текущий момент в нормативном плане сильно отстает от необходимости и представители силовиков от минобороны росгвардии там фсб и прочее вот этот симбиоз в итоге позволил ну во первых начать поставки достаточно быстро его и воинским подразделениям и гражданским предприятиям необходима им номенклатура во вторых это позволило начать налаживать совместно с прочими организациями компаниями волонтерскими движениями кто занимается работой с фронтом получение обратной связи потому что к ну к огромному сожалению война это двигатель прогресса да это что происходит на фронте в остальном в гражданской части нашей страны она в этой отрасли она приходит там слагом в 36 месяцев вот это все вместе в динамике позволило на самом деле наладить вот эту площадку коммуникационную и наладить форму обратной связи что ли да вот серия мероприятий оказалась востребованной вот ее запустили собственно в серию прошу прощения за тавтологию и на сегодняшний день там расширяем список вопросов которые там обсуждается уже в чисто прикладном характере что у нас не только нужно защищать объекты от беспилотных систем с воздуха но и с различных других сред наверное коротко вот так чтобы добавление полу вопрос вот вроде кажется что мы говорим про войну но значит если у тебя есть дрон который может быть средством доставки быка эвакуации раненых с поля боя читай у тебя есть аэротакси в городе беспилотно да если у тебя есть средства обнаружения опять таки для фронта который позволяет обнаружить беспилотник читай у тебя есть система контроля беспилотного воздушного движения для гражданских задач все вот и в этом смысле можно сказать что нет ни одной технологии у которой не было бы вот такого двойного смысла двойное назначение дима когда начинал мы в основном конечно но были сфокусированы все таки на фронт а сейчас получается что основной акцент как закрыть защитить гражданские объекты глубоко в тылу устал я здесь добавлю что если год мы первое мероприятие просто проходило ровно год назад когда мы приглашали представителей ну условно военные примерно уже понимали что надо до представители других специальных служб в целом тоже уже понимали что надо производителей мы нашли до вот этих гаражников и крупных нашли да у кого-то ну кстати на полях крупные к это как правило такие же гаражники хоть такие же мужики из таких же гаражей но только эти гаражи печатают тоже на 3d принтера стоят не на задворках так сказать просто какого-нибудь гаражного кооператива стоят на задворках большого завода алмазом ты я к этому ремарку маленькую сделала и ключевое когда мы стали приглашать представители вот этой критической инфраструктуры объекты нефтебазы и прочь они смотрели на гриб врачом вообще какие беспилотники ну вот это год назад понимание о том что беспилотник может использоваться как оружие против гражданского объекта она была ну такого около нулевом уровне сейчас уже ситуация меняется но не на сто процентов но спасибо врагу он нас все-таки учит 1